Медицинский десант в сельскую местность. Передвижной медотряд Центральной районной поликлиники продолжает обследовать жителей Заполярной глубинки. До конца этого года медики посетят все отдаленные населенные пункты региона для проведения медосмотров и диспансеризации детского и взрослого населения. 17 и 18 сентября бригада работала в деревне Лабожская. Подробности в сюжете Натальи Дуркиной. Утро мобильной медицинской бригады начинается в вертолете. Курс на Лабожское. С собой все самое необходимое, а это тонна оборудования. И все для того, чтобы жителям Заполярного района было проще получать необходимую медицинскую помощь. Спустя полчаса медотряд в месте назначения. Начинается выгрузка оборудования. На подготовку и установку не так много времени. Необходимо успеть до первого пациента. Затем распределение специалистов по кабинетам. Несмотря на то, что в Лабожском не так давно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, места для всех не хватает. Приходится базироваться аж в трех локациях. Это Центральный дом культуры, бывшие и новые здания ФАПа. Начинается плодотворная работа. Здесь мы берем общий анализ крови, биохимию, то есть сахар, холестерин. Ну и по заявкам терапевта, ну то есть какие она считает нужным анализы, еще добавляют на гормоны, на общий анализ биохимии. Результаты анализов скрытой крови, сахара, холестерина можно получить на месте. Все остальное отправляется в Наринмар. Ответ приходит фельдшеру населенного пункта. Кардиограмма сердца вот сегодня, пациенты, все жители проходят. Все автоматически отправляется уже в городный сервер врачу, кто описывает. И затем уже отправляют сюда все результаты. Ну то есть в принципе результаты свои можно узнать уже в кратчайшее время. Да. У местного фельдшера уже будет все. В течение недели. В следующей неделе будет все. Каждый пациент может прийти и все свое найти. Все свои анализы, флюорографию, ответы. Также справки на оружие, на ГАИ. Такой способ получения медицинских услуг, по словам местных жителей, очень удобен. Посещают периодически, по мере возможностей. А это, конечно, хорошо. Ладно, можно съездить в сезон, когда есть дорога. А когда в межсезонье, да и все. И пожилые не могут всегда съездить. Далеко не могут. Еще это пандемия, да. Ко мне я уже сходил, уже все прошло. Я в Наринмаре сейчас только, наверное, через два дня приехал, уже все прошло. Сделав флюорографию, все нормально. На селе один из самых востребованных специалистов – врач-хирург. Так как большая часть жителей – люди высокого возраста. Чаще всего для любой хирургической патологии характерна болезнь опорно-дивительного аппарата. Ну, частности, артриты, артрозы и так далее. То есть суставы просто выясняются. Терапевт, офтальмолог, педиатр, лаборатория, врач-юзи, стоматолог, психиатр, нарколог, гинеколог, хирург и флюорография. Таков богатый состав бригады. Каждому специалисту небольшая очередь. Все с соблюдением эпидемиологических мер. Наша бригада состоит в среднем из 15 человек. Ориентировочно тонна груза. Добираемся до населенных пунктов, до ФАПов мы, либо в зимний период. В период предостава по ближайшем, по Нижнепечорью – это треколы. А всю остальную территорию мы охватываем только с помощью Наримарского объединенного отряда. Всегда эта работа с их стороны, со стороны отряда, очень качественная. Очень внимательно, что немаловажно, потому что есть некоторые, иногда бывают моменты, когда действительно требуется от пилотов понимание, внимание и тому подобное. Вы, зная, медицинская бригада работает в регионе с 2007 года. С 2018-го врачи передвижного отряда обследуют население округа не по индивидуальным планам, а в составе расширенных бригад, что позволяет проводить комплексное медицинское обследование населения. 21 сентября медицинская бригада находится в Великовисочном. Далее отправятся в Волоковую, Верхнюю и Нижнюю Пешу, Волангу, Белушье, Варнык, Ускару и Каратайку. Наталья Туркина, Леонид Шишлов, Телеканал «Север», Деревня Лаборская.